Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим задачи, которые поступили в новых тестах Ященко, на маркировку шин. Значит, на самом деле я не буду сейчас читать всю эту задачу, вы, несомненно, уже с такой или подобной столкнулись. Поэтому мы с вами вообще посмотрим, что такое маркировка. Итак, в тексте имеется маркировка 175 на 60 и на R15. Итак, 175. 175 – это буква B, то есть ширина протектора. 60 – это количество процентов, которые получились, когда H поделили на B. H – это высота, а B – это ширина. R – это радиальные шины, радиальная конструкция, они на задачу никакого влияния не оказывают. И последнее – это D. Причем не просто D. Для того, чтобы его посчитать конкретно, надо 15 умножить на количество дюймов. А дюймы у нас 25 и 4 миллиметра. То есть D может быть и 15, и 16, и 17. В любом случае мы это умножаем. D – это внутренняя часть, диаметр внутренней части. D маленькая. Значит, вот теперь, когда мы разобрались, что это такое, давайте мы с вами посмотрим задачу. Значит, задача говорит о том, какой наименьшей ширины шины можно установить на автомобиль, если диаметр диска 16 дюймов. Итак, диск на 16 дюймов. Вот они, да? Значит, мы с вами смотрим таблицу. Если ширина шины 165, то такую шину ставить нельзя. Если 175, то тоже нельзя. И только если в 185, мы можем поставить такую шину. Итак, ответ на этот вопрос будет 185. Посмотрим мы с вами вторую задачу. Насколько миллиметров радиус колеса с маркировкой 195 на 60 на R14 больше, чем радиус колеса с маркировкой 165 на 70 на R14? Значит, мы уже с вами многое знаем. Единственное, чего нету в нашей формуле, это H. Итак, давайте мы с вами найдем H. Так, H у нас в первом случае 195 на 60. Значит, H делим на 60. Это на... Так, извините. H делим на 195, то есть на первую цифру. И это будет у нас по нашей задаче 60%. Поскольку процент это сотая часть числа, то мы с вами 60% спокойно переведем. Это будет 0,6. Итак, H деленное на 195 равняется 0,6. И мы с вами получим, что H равно 0,6 удожить на 195. Получаем 117. Это мы просчитали H для первого. Теперь мы с вами просчитаем H для второй величины. 165 на 70. Итак, H деленное на 165 равняется 70%. Мы с вами опять знаем, что 70% это 0,7. Отсюда H будет 165 умножить на 0,7. Итого мы получаем 115,5. Теперь мы еще раз посмотрим задачу. В нашей задаче говорится, что диаметры дисков одинаковы. Поэтому радиусы будут отличаться только на ту величину, которая называется H. То есть от большего H мы отнимаем меньше. 117 минус 115,5. и получаем 1,5. Вот и вся задача. Музыка. Игорь Негода.